Безвиз для Грузии полностью узаконен. Когда же дойдет очередь до Украины? Какие аргументы Киев сегодня предоставил в международном суде ООН, где рассматривается иск против России? Подробнее расскажет Елена Зорина. Подарок в день весны и не только для женщин в Европе, а здесь это обычный рабочий день, приготовили приятный повод для празднования Грузии. Информацию о том, что эта страна получила безвиз, опубликовали в официальном журнале ЕС. А значит, через 20 дней грузины смогут без шенгена пересекать границы Европы. Уже завтра здесь, в Брюсселе, будут обсуждать и безвиз для Киева. В профильном комитете Европарламента запланировано голосование по украинскому вопросу. И если все пройдет гладко, в начале апреля его рассмотрят и сами европарламентарии. А в Гааге Украина сегодня отвечала на так называемые доводы России. Здесь продолжают слушать дело о терроризме на Донбассе и ущемлении прав крымских татар. На оккупированном полуострове. В качестве ответа на вчерашнее выступление России Киев решил передать в Международный суд ООН переписку с Москвой. Все документы, которыми обменивались с начала войны. В том числе и те, которые до этого были непубличными. Вчера Россия представила безосновательные аргументы. Представитель Москвы ни разу не опроверг того, что Россия поставляет летальное оружие боевикам, которые атакуют мирное население на востоке Украины. Промолчал. Это означает, что считает, такие поставки на самом деле существуют. Нападение на мирное население – это терроризм. Украинская делегация также призвала суд защитить мирное население Донбасса и Крыма. Впрочем, предугадать реакцию Москвы на решение Гаагского суда невозможно. Уже завтра в Гаге снова будут выступать российские представители. И что на этот раз расскажут, пока остается только догадываться. К слову, завтра последний день публичных слушаний. Когда служители ФМИДы примут решение о временных мерах и когда начнется рассмотрение дела, по сути, пока неизвестно. График уточняется. Из Брюсселя Елена Зурина, Вадим Сверидонов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.